Вас когда-нибудь поражали загадки квантовой механики? Представьте себе кошку, которая одновременно и жива, и мертва. Это не бред, а один из парадоксов, используемых для пояснения удивительных свойств квантового мира. Именно такие свойства стали основой для создания квантовых компьютеров. В отличие от классических машин, где биты строго принимают значение 0 или 1, квантовые компьютеры оперируют кубитами. Кубит может быть одновременно и нулем, и единицей, будучи в состоянии, называемом суперпозицией. Благодаря этим необычным характеристикам кубитов, квантовые компьютеры способны совершать вычисления с невероятной скоростью, решая сложные задачи, на которые классическим компьютерам потребовались бы миллионы лет. Представьте себе, что для расчета молекулярных структур или для взлома сложных шифров больше не понадобится ждать целую вечность. В этом кроется их потенциал в области шифрования и искусственного интеллекта. Однако, эта хрупкая природная суперсистема требует особого внимания. Малейшее наблюдение за кубитом приводит к его мгновенному обрушению в одно состояние. Эта особенность является как слабостью, так и загадкой, которую современные ученые до сих пор стараются разгадать. В следующем разделе мы исследуем увлекательное путешествие развития квантовых технологий и увидим, как они преодолевали множество препятствий на пути к сегодняшнему дню. За несколько десятилетий идея квантовых вычислений прошла интересный путь, начиная с ее зарождения. Все началось в 1980-м, когда советский математик Юрий Манин предложил концепцию квантового автомата. Пол Бенеоф в том же году формализовал теорию квантовой машины Тюринга, а уже в 1982-м Ричард Фейнман развил концепцию универсального квантового симулятора. Но на этом открытия не остановились. В 1985-м Дэвид Дойч разработал универсальную модель квантового компьютера, который мог бы выполнять любые вычисления, используя законы квантовой механики. Эти теоретические концепции были лишь началом удивительного путешествия в мир квантовых вычислений. В 1994-м году Питер Шор представил алгоритм, который перевернул мир криптографии, позволяя факторизовать большие числа. Значительно быстрее, чем это могло бы сделать любое классическое устройство. Такой прорыв стал катализатором для последующих разработок. С тех пор ключевые игроки, такие как IBM и Google, активно работают над созданием квантовых систем. В 2019-м году Google достигла квантового превосходства с процессором PsychoMore, содержащим 53 кубита. IBM предложила свои квантовые системы с 20 кубитами и больше, сделав их доступными через облачные сервисы. Эти исторические моменты сформировали текущий ландшафт квантовых технологий, основывающихся не только на мощностях, но и на использовании уникальных квантовых эффектов. Дальше мы углубимся в ключевые компоненты этих уникальных систем, которые помогут нам понять, как кубиты меняют правила игры в вычислительном мире. Кубит может быть одновременно и нулем, и единицей, благодаря свойству суперпозиции. Это математическая характеристика, описываемая комплексными амплитудами вероятностей, что и делает кубиты уникальными и способными на такие трюки. Запутанность — еще одно захватывающее свойство кубитов. Представьте себе два кубита, которые думают как одно целое. Изменения в состоянии одного мгновенно отражаются на другом, даже если между ними световые годы расстояния. Это лишь корреляция, а не передача информации быстрее света, но эффект поразительный и важный для квантовой коммуникации. Стабильность кубитов — задача не из простых. Наиболее распространенные сверхпроводящие кубиты требуют экстремально низких температур, близких к абсолютному нулю, чтобы избежать происшествия, известного как декогеренция — потеря квантовых свойств. Иные технологии, такие как ионные ловушки или дефекты алмазов, имеют свои особенности и условия работы. Измерение состояния кубита разрушает суперпозицию, превращая его в классическое состояние с определенной вероятностью, что требует невероятной точности в управлении. Несмотря на все свои мощные и волшебные свойства, квантовые компьютеры пока не являются панацеей. Они фантастически эффективны для определенных задач, таких как факторизация и квантовое моделирование, но в целом классические схемы остаются актуальными на данный момент. Однако взглянем, как квантовый подход позволяет им решать задачи параллельным образом, открывая новые горизонты вычислений. Параллельные вычисления квантовые компьютеры знамениты своими параллельными вычислениями, но это не совсем так, как мы представляем в классическом смысле. Здесь ключевую роль играет способность кубитов находиться в состоянии суперпозиции. Представьте, кубит одновременно представляет 0 и 1, что позволяет квантовой системе обрабатывать сразу множество состояний. Однако излечь информацию удается лишь после измерения, при котором суперпозиция схлопывается в одно состояние. Интерференция. Здесь не просто слово из учебника физики. Это феномен, при котором квантовые амплитуды складываются конструктивно или деструктивно, чтобы усилить вероятность нужных ответов и подавить другие. Используя эту необычную особенность, квантовые алгоритмы, такие как алгоритмы Шора или Гровера, не просматривают все варианты параллельно. Вместо этого они усиливают правильный ответ, пропуская неверные. Эта параллельная мощь необходима для сложных задач – от моделирования молекул до предсказания погоды. Хотя сегодня современные квантовые машины ограничены числом кубитов и склонны к ошибкам и декогеренции, их возможностей достаточно для ведения перспективных исследований. Силе квантовых вычислений способствуют такие фундаментальные свойства, как запутанность. Когда два кубита запутаны, их состояние становится взаимосвязанными, даже если их разделяет большое расстояние. Такое состояние системы невозможно разложить на состояние отдельных кубитов, что еще больше повышает вычислительную мощность. Таким образом, квантовые компьютеры не просто значительно улучшены версией классических машин. Они представляют собой революционную технологию с новыми подходами и концепциями, открывая дорогу к новым алгоритмам. В будущем эти машины могут по-настоящему изменить подход к решению сложных задач. Будем следить, какие новые горизонты откроются благодаря квантовым принципам и узнаем о ключевых концепциях, лежащих в основе квантовых способностей. Представьте себе монету, которую мы подбросили, но не дали ей упасть. Она зависла в воздухе, находясь и в состоянии орел, и в состоянии решка одновременно. Именно так можно представить себе суперпозицию в квантовом мире. Кубиты, которые используются в квантовых компьютерах, обладают способностью быть в суперпозиции нуля и единицы одновременно, до тех пор, пока не происходит измерения, и это делает их невероятно мощными. Эта особенность лежит в основе квантового компьютерного потенциала. Алгоритм Шора, например, использует суперпозицию, чтобы разложить большие числа на множители. С экспоненциальной эффективностью, чем классические методы, что представляет собой серьезный вызов для современных криптографических систем. В свою очередь, алгоритм Гровера использует эту возможность для квадратичного ускорения поиска в неструктурированных базах данных, что, в свою очередь, значительно улучшает работу с большими объемами информации. Не нужно путать это с классической параллельной обработкой. Секрет в том, что кубиты обрабатывают линейную комбинацию состояний, что и дает им возможность решать задачи совершенно иным путем. Однако, если провести измерения или если суперпозиция взаимодействует с окружающей средой, это приводит к коллапсу волновой функции. Процессу, который называется декогеренцией. Это возвращает квантовую систему в определенное классическое состояние, и в этом-то и кроется основная сложность управления квантовыми компьютерами. Именно эти свойства позволяют квантовым компьютерам моделировать сложные физические, химические и биологические системы, открывая новые горизонты для исследований и технологических прорывов. Следуя этим путям, мы можем обнаружить еще более удивительные процессы, заложенные в природе самой материи, включая возможности квантовой запутанности в улучшении коммуникации и обработке информации. Квантовая запутанность Квантовая запутанность – удивительное явление, связанное с корреляцией между частицами на квантовом уровне. Установленная между кубитами запутанность не отвечает за прямую передачу информации, но позволяет создать сверхбезопасные коммуникационные протоколы. Оно дает возможность быстро обнаруживать попытки перехвата, гарантируя защиту конфиденциальности данных. В странах Азии, например Китая, уже достигнуты исторические успехи в квантовой передаче. В 2016 году с помощью спутника МАДЗИ был проведен эксперимент, где квантовые ключи были переданы на дистанциях в сотни и тысячи миль. Это не передача самих данных, но создание невидимого счета безопасности, который гарантирует защиту от классических хакерских атак. Запутанность становится фундаментом для квантовой криптографии, где принципы квантовой механики обеспечивают невозможность копирования данных или перехвата без узнавания об этом. Квантовое распределение ключей – одна из технологий, которая позволяет ощутить улучшенную защиту. Любое вмешательство в систему будет зафиксировано, что делает такие коммуникации практически неуязвимыми. Эра новых квантовых технологий уже началась, и их потенциал в области безопасности нельзя недооценивать. Научные открытия и эксперименты в этой области продолжаются, и вскоре мы можем увидеть более широкое внедрение квантовых методов защиты информации. Продолжая наше путешествие в мир квантовых технологий, мы увидим, как они могут повысить криптографические возможности до небывалого уровня. Квантовые компьютеры ставят под угрозу основы современной криптографии. В сердце сегодняшних систем защиты данных, таких как RSA, лежит сложная задача факторизации больших чисел. Современные компьютеры полагаются именно на вычислительную сложность этой задачи для обеспечения безопасности. Однако квантовые машины, использующие алгоритм Шора, теоретически способны резко сократить время, необходимое для ее решения. Это не просто ускорение, это изменение самого подхода к безопасности данных, и именно здесь кроется таинственная мощь квантовых технологий. Алгоритм Шора позволяет решать задачи, которые классическим компьютерам не под силу, уверенно выводя на передний план квантовые алгоритмы. Пока практическое применение ограничено текущими размерами квантовых процессоров и проблемами масштабирования, но перспектива взлома широко используемых алгоритмов, таких как RSA, все же манит ученых. Подобные сценарии, возможно, еще далеки от реализации, но их угроза ощутима и требует внимания уже сегодня. На другом конце спектра – квантовая криптография. Эта область предлагает методы, способные обнаружить попытки прослушивания благодаря принципам квантовой механики. Квантовое распределение ключей, или QKD, обеспечивает защиту, позволяя узнать о любом вмешательстве. Это далеко не панацея для каждого, но необходима специализированная инфраструктура. И хотя квантовая криптография еще не охватила глобальный масштаб, ее потенциал обещает значительные изменения в ближайшем будущем. По мере того, как эти технологии будут развиваться, квантовые решения смогут предложить новые уровни защиты данных. Наша следующая остановка покажет, как квантовые компьютеры и искусственный интеллект переплетаются в возможностях решения многокомпонентных задач, что откроет двери в будущее мировых открытий и усиливающейся интеграции технологий. Квантовые компьютеры и искусственный интеллект открывают новые горизонты. В недавнее время российские ученые из физического института Академии наук и российского квантового центра сделали прорыв, впервые объединив квантовые алгоритмы с машинным обучением. Они успешно применили эту технологию для классификации изображений и графов, что подчеркивает потенциал квантовых компьютеров в решении сложных прикладных задач. Суперпозиция и квантовая запутанность позволяют квантовым системам обрабатывать множество решений параллельно. Квантовые алгоритмы, такие как квантовая версия градиентного спуска, обещают сократить время на поиск минимальных ошибок. Тем не менее, эти технологии пока находятся на стадии разработки и применяются для небольших задач, не всегда имея преимущество над классическими подходами. Области с огромными объемами данных, такие как медицина и производство, ощущают на себе перспективность квантовых технологий. Возможность облегчить диагностику заболеваний и повысить эффективность производственных процессов – огромная выгода. Однако реальное внедрение квантовых компьютеров еще впереди. Эксперты предсказывают значительные практические результаты через 3-5 лет. Несмотря на ожидания, необходимо помнить о текущих технологических ограничениях. Масштабирование и интерпретируемость моделей остаются сложными задачами, но объединение квантовых вычислений и ИИ обещает стать новым вектором в науке, ускоряя открытие и внедрение технологий будущего. Следующая остановка в нашем путешествии покажет, как квантовые компьютеры продолжают изменять способ оптимизации сложных задач, на которые классические методы все еще не способны. Вдохновляющий тренд, который можно только приветствовать. Квантовые компьютеры привносят новый подход к решению сложных оптимизационных задач. В отличие от классических компьютеров, использующих последовательный перебор вариантов, квантовые устройства, такие как разработанные компанией D-Wave, задействуют принципы туннелирования и суперпозиции для нахождения приближенных решений сложных задач. Они не перебирают все варианты одновременно, а используют квантовые явления для эффективного поиска путей. Один из методов — квантовый отжиг, который оказывается незаменимым для решения задач с большим количеством переменных. Он демонстрирует свою эффективность в таких сферах, как оптимизация логистических маршрутов и управление энергосетями. Однако, важно подчеркнуть, что этот метод пока нацелен на приблизительные, а не точные решения, особенно в задачах, таких как Комиво и Жор. В материальных науках квантовые компьютеры позволяют моделировать взаимодействие атомов и молекул с потенциалом открытия новых материалов. Но большинство этих приложений все еще в исследовательской стадии. Точность и зрелость технологий пока не позволяют перейти к промышленной эксплуатации на полномасштабных уровнях. В области квантовой оптимизации остается много вопросов, особенно связанных с точностью и устойчивостью решений. Эти трудности требуют переосмысления, прежде чем квантовые методики станут массовыми. Тем не менее, многие лидеры индустрии, включая Амазон и другие, вкладываются в исследования, которые могут в недалеком будущем принести значимые прорывы. Науке предстоит пройти долгий путь, но потенциал этих технологий впечатляет и вдохновляет. Переходя на следующий уровень, мы обратим внимание на квантовые симуляции, обещающие раскрыть новые горизонты в понимании и исследовании сложных природных систем. Кажется, что истинная сила квантовых технологий лишь начинает проявляться. Квантовые симуляции представляют собой одно из самых захватывающих направлений в науке, предоставляя новые возможности для изучения сложных квантовых систем. Однако здесь важно провести различия. Квантовые симуляторы — это узкоспециализированные устройства, созданные для имитации поведения конкретных квантовых систем, в отличие от универсальных квантовых компьютеров, которые стоят на стадии становления. Еще в начале 80-х годов прошлого века выдающийся физик Ричард Фейнман предложил использовать такие устройства для моделирования квантовых систем, что заложило фундамент для развития квантовых симуляций. Классические компьютеры сталкиваются с экспоненциальным ростом сложности при таких задачах, но квантовые симуляторы, использующие суперпозицию и запутанность, способны эффективно работать с огромным числом квантовых состояний. Интригующее в том, что квантовые симуляторы позволяют моделировать молекулярные взаимодействия и химические реакции на таком уровне, о котором классические технологии могут только мечтать. Представьте себе возможность создавать новые материалы или быстро разрабатывать лекарства благодаря этим симуляциям. Однако квантовые вычисления имеют свою специфику. При измерении результата сложные квантовые состояния схлопываются в классические с вероятностной интерпретацией. Но следует помнить, что хотя потенциал квантовых симуляций огромен, технологии еще на начальной стадии. Современные устройства ограничиваются малым числом кубитов и сталкиваются с проблемами шума и ошибок. Масштабируемость и стабильность — это серьезные проблемы, над решениями которых трудятся ученые. Научный мир находится на пороге новых открытий, которые могут перевернуть наше восприятие мира. Настоящая сила квантовых технологий только начинает проявляться, но путь к ним полон вызовов, которые предстоит преодолеть. Мы продолжаем погружаться в мир квантовых вычислений, исследуя их потенциальное влияние на науку и технологии будущего. Квантовые компьютеры с их невероятными возможностями сталкиваются с фундаментальными вызовами. Первое, что поражает, — это непростая борьба с ошибками, вызванными декогеренцией, когда кубиты теряют свои квантовые свойства из-за взаимодействия с окружающей средой. Это базовая проблема, которая замедляет развитие квантовой техники. Интересно, что для стабильной работы процессоров часто требуются экстремально низкие температуры, но не везде. Например, ионные ловушки обходятся без сверхкриогенных условий, хотя, конечно, такие системы остаются достаточно дорогими и сложными в технологическом плане. Коррекция ошибок пока невозможна на больших масштабах из-за сложности архитектуры, что требует высокой точности операций, именуемой Fidelity Gate'ов. И пока точность еще не достигла тех уровней, которые позволили бы избежать накопления ошибок. Когда речь идет о квантовых алгоритмах, например, известных алгоритмах Шора или Гровера, возникает сложность. Они разрабатываются для специфических задач и требуют оптимизации под реальные приложения, как факторизация чисел или моделирование молекулы фармацевтики. Это еще один вызов на пути роста и развития применимости квантовых компьютеров. Понимание и разработка квантовой криптографии важнее, чем когда-либо. Хотя квантовые машины угрожают нашим сегодняшним системам, это стимулирует создание новых устойчивых алгоритмов, которые защитили бы данные. Тут важно говорить и о дорожной карте развития квантовой безопасности, где на переднем плане не угроза, а потенциал. Все еще на уровне прототипов и дорогостоящих решений квантовые компьютеры обещают инновации ближайшего будущего. Большие компании, такие как Google со своим чипом Willow, продолжают удивлять и проливать свет на горизонты, где такие машины станут частью нашей реальности. Так их основная задача сегодня – это не только преодоление собственных ограничений, но и подготовка к глобальному внедрению, с надеждой, что вскоре мы сможем использовать квантовый потенциал повсеместно. Эти барьеры не остановят прорыву науки к новым открытиям, которые вскоре станут нашей нормальностью. Ведущее место квантовых компьютеров в нашем будущем пока является головокружительной перспективой, но они только начинают завоевывать мир. Сегодня их использование ограничено лабораторными условиями и специализированными облачными сервисами, которые решают узкоспециализированные задачи. Правильнее всего рассматривать сегодняшнее состояние квантовых вычислений как зачаточность перед великим шагом. Концепция квантового превосходства обозначает этап, когда квантовый компьютер может превосходить классический в решении конкретной задачи, но это не всегда имеет практическую ценность. Важнее стремление к квантовому экономическому преимуществу, когда квантовые технологии дают реальную выгоду в рамках сложных и специфических задач. Текущий прогресс сталкивается с рядом технических проблем, таких как необходимость сверхнизких температур для работы кубитов и сложности в управлении процессами. Материалы нужны для стабильной работы этих компьютеров, и пока они находятся на стадии лабораторных исследований. Многие ожидают, что в будущем квантовые симуляции ускорят разработку новых лекарственных средств и изменят подход к созданию аэрокосмических конструкций. Это лишь перспективы, и первые реальные применимые примеры нуждаются в дальнейших исследованиях. Скорее всего, пройдет еще десятилетие, прежде чем мы увидим коммерческое воплощение этих идей. Компании, такие как IBM, Microsoft и Google, ведут активные исследования в этой области, стремясь создать более масштабируемые и практичные квантовые системы. Проекты и амбициозные идеи, которые они развивают, могут стать катализатором трансформации индустрий и технологий в незапамятном будущем. Пока нам остается наблюдать за развитием и быть готовыми к новой технологической эпохе, которая обещает открыть двери в мир, о котором пока можно только мечтать. Продолжение следует...